МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север в студии Ольга Русул. Здравствуйте. И в этом выпуске. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекции в Ненецком округе выше среднероссийских статистических показателей. Ежедневно в будни в округе регистрируются до 15 новых случаев. В выходные порядка 40 в регионе зафиксировано 46 летальных исходов от COVID-19. В преддверии дня учителя рассказываем о семье Казицыных династий педагогов-музыкантов. Святую к музыке любовь они передают от поколения к поколению в своей семье и учат этой любви воспитанников Нарьинмарской детской школы искусств. ВИВАТ-студент в Ненецком округе подвели итоги регионального этапа национального конкурса «Студент года-2021». По итогам конкурса экспертная комиссия выделила 6 победителей студентов среди профессиональных учебных заведений Нарьинмара в личном и командном зачетах. За прошедшие выходные дни в Ненецком автономном округе зарегистрировано 38 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 37 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2345 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2192 человека. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 202 человека. Из них стационарное лечение получают 48 человек, амбулаторное – 154. С начала пандемии проведено более 45 тысяч ПЦР-исследований на выявление инфекции. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 993 человека. Статистика заболеваемости коронавирусом в Ненецком округе держится на стабильно высоком уровне. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекции – он высокий. Заболеваемость, повышение уровня заболеваемости у нас началось в июле месяце. И эти высокие цифры, они стабильные. И на данный момент ежедневно у нас заболевает от 10 до 14 человек. На 100 тысяч населения этот показатель составляет около 30. При том, что если сравнивать с Российской Федерацией, то показатель на 100 тысяч населения варьируется от 15 до 17. О чем это говорит? Это говорит о том, что уровень заболеваемости на территории Ненецкого автономного округа действительно высокий. В регионе зарегистрировано 46 летальных исходов от коронавируса. Продолжается вакцинация населения по месту жительства. В регионе доступны три вакцины – двухкомпонентная «Спутник Ви» и «Пивак Корона», а также однокомпонентная «Спутник Лайт». Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В канун празднования Дня Учителя Наринмарских педагогов пригласили в собрание депутатов Ненецкого автономного округа. Чтобы поздравить с профессиональным праздником и наградить, напомним, ежегодно 5 октября свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. День, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. В преддверии профессионального праздника Александр Лутовинов вручил окружным педагогам почетные грамоты собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Почетными грамотами регионального парламента награждены педагоги школы номер 3. Екатерина Дуркина и Елена Ковалева, учитель физики и математики школы имени Пырерко Валентина Дьячкова, сотрудники Ненецкого регионального центра развития образования Оксана Зенина и Александр Шамов, преподаватели Ненецкого профессионального училища Елизавета Язынгова и Владимир Поливанов, заведующая канцелярией Ненецкого профессионального училища Надежда Матросова, сотрудники детско-юношеского центра «Лидер» Наталья Ворошилова и Юрий Чупров, также спикер регионального парламента вручил благодарственные письма собрания депутатов за многолетний добросовестный труд преподавателям средней школы номер 3. Гульнаст Самигулиной, Оксане Будиловой, Галине Лугай, Марине Каневой, Елене Каневой и Александру Копейкину. Александр Лудовинов отметил, что в сфере образования Ненецкого автономного округа трудятся высокопрофессиональные, талантливые и неравнодушные люди. Именно от них их педагогического мастерства, мудрости и терпения к своим ученикам во многом зависит, с какими знаниями вступят во взрослую жизнь наши дети и какой нравственный ориентир определят для себя. В России День Учителя по всемирному календарю 5 октября отмечается с 1994 года. Ранее этот профессиональный праздник отмечался в первое воскресенье октября. Любовь с первой ноты. Наш следующий материал о семье Казицыных, династии педагогов-музыкантов. Святую к музыке любовь они передают от поколения к поколению своей семье и учат этой любви воспитанников музыкальной школы. О педагогах с большой буквы в нашем следующем материале. Старые фотографии, в них вся жизнь, еще молодые родители, памятные моменты юности и уютные семейные вечера. От таких вот совместных просмотров воспоминания становятся еще ярче. На этом фото глава семейства Юрий Васильевич Казицын, известный в округе педагог и музыкант. В 70-е и 80-е годы он руководил детской школой искусств, стоял у истоков создания известного ансамбля «Северяна». На Ринмар он приехал по распределению работать учителем музыки. Здесь встретил свою судьбу. А на этом фото вместе с супругой Капитолиной Николаевной, которая тоже приехала в Наринмар по распределению, учить детей музыки. К слову, в детской школе искусств она проработала полвека. Сейчас пять ее выпускниц работают в этой же школе. Оба Юрий Васильевич и Капитолина Николаевна были преподавателями по классу баяна. Хочу сказать, что папа еще владел другими инструментами. У нас контрабас был из Германии. У нас была электрогитара, у нас была балалайка. И потом, когда папа пришел играть с «Северян», он сел за бас балалайку. То есть у нас даже были какие-то семейные маленькие вот такие концертики. И я вот в этой атмосфере росла. Семья часто бывала на концертах. Дома практиковали музицирование и сами ставили небольшие концертные номера. Родители и трое детей. Елена, Михаил, он не стал музыкантом, но отличный ветеринар. И Алексей. Буквально все в семье Казицыных было пропитано музыкой. В нашей семье вопрос о профессии не стоял. Потому что мы в этой семье росли с самых детских лет. Наверное, с пеленок мы слышали звуки. Вопрос о профессии не стоял. Это подразумевалось. Потому что родители играли и дуэтом, и концерты у нас родители всегда с пяти лет, практически с четырех. Елена Юрьевна выбрала музыку. Сначала неосознанно, но потом все крепче и крепче. Год от года понимала, что музыка станет и ее судьбой. Фортепиано войдет в ее жизнь навсегда. Потому что король инструментов. И возможности огромные. Рояль в переводе королевский. Возможности, инструменты огромные. И потом, когда я пошла в музыкальную школу, у нас не было класса скрипки. Папа, как директор, открыл скрипку, по-моему, только в 1975 году. Алексей Юрьевич, да? Да, в 1975 году. Да, так как и многие отделения он открывал, будучи директором школы, он открывал и струнно-народные, и духовые отделения, духовых инструментов, и художественные отделения. И на тот момент, это был в 1970-е годы, у нас были инструменты. Портепиано, да, и баян. Все. Младший из троих детей Казицыных Алексей – одаренный скрипач. Профессиональное знакомство с музыкой он начал в детской школе искусств. Потом талантливого подростка определили в школу для одаренных музыкантов в Петрозаводске. Я в детстве был обычным ребенком, как-то не думал много каких-то музыкальных темы. Любил погулять, пообщаться с ребятами по дворе. Ну, обычно был школьник рядовой. И вдруг что-то меня осенило, когда я пришел в школу музыкальную. Что-то внутри во мне произошло. Что-то глубинное, такое переломное в сторону моей будущей биографии. Причем вот одна из этих вений – это, конечно, мои родители, их профессия, их род деятельности, связанные с детьми, с музыкой, с искусством. Впрочем, другого пути, пути без музыки у него и быть не могло, потому что все кругом и самые близкие люди, родители и брат с сестрой – все жили музыкой. Но, пожалуй, самое яркое впечатление – выступление ансамбля «Северяна». Я когда ходил на их репетиции, я помню многие мелодии, обработки, которые мой отец создавал. Он был замечательный мастер оркестровки. Это было его призвание. Он был истинный самородок в этой области. И у него были очень красочные оркестровки, поверьте. Это не скромно. Это я в самом деле говорю, это реальный факт. Безложная скромность – это, наверное, явление. Наш папа, потому что он и школу установил, и это деление открывал. Самая великолепная игра. И вот когда Алексей Юрьевич исполнил концерт «Баха» с «Северяной», это было здорово. После окончания консерватории Алексей Юрьевич вернулся в Наринмар, чтобы частичку своей любви к королеве инструментов, скрипке, передавать своим ученикам в музыкальной школе. Но мечтает он о сцене выступления в Большом оркестре. Общаться с инструментом – это очень такое глубинное, широкое понятие. Во-первых, постоянно чувствовать с ним контакт. Играть это, можно сказать, банально звучит. Надо его чувствовать, надо с ним взаимодействовать, о чем-то размышлять. Успех любого профессионала, будь то музыкант, учитель, любовь к тому делу, которым занимаешься. И в семье Казицыных избытков любви к музыке никогда нет и не было. У них есть семейный секрет, как войти в четвертое музыкальное измерение, недоступное многим другим людям. И они делятся этим секретом со своими учениками. Я вот по телевизору, например, увидела, как другие ребята играют на скрипке. И мне просто так стало интересно попробовать это на своем опыте, так сказать. Ну, сильный педагог. Иногда бывает строго. Ну, так-то мне нравится. Очень сильно. Мы готовимся на конкурс. Гостям Кускарский номинация «Юный концерт-мейстер». Я считаю, что детей нужно к музыке приучать с первых лет жизни, потому что ребенок вольно-девольно развивается в среде, где окружает общество. Звуки различные. То есть надо, пусть песенка послужит по радио красивую, мама поет песенка колыбельная. То есть это ознакомство начинается с таких ранних отцов, когда ребенок в таком очень нежном этапе своего развития. Я считаю, что музыка детей очень развивает, облагораживает. Она им жизнь может даже кардинально изменить. То есть это некий такой светлый мир, который всегда, который ребенку дает почву для светлого будущего в том числе. А я бы добавила, что вот если в семье родители слушают музыку, неважно какую, может это сам не играют, ребенок все равно потянется. Другой вопрос, как родители помогут ребенку в этот мир войти. Ведь проще ребенка отдать, ну и забыть, что ребенка отдали в музыкальную школу. А если родители интересуются ребенком, поддерживают его, не все может получаться с первого раза, да, нужна поддержка родителей. Если родители слушают музыку с ребенком, если вот на концерты, дальше пластинки были, сейчас кассеты, то слушают какие-то кассеты с ребенком, он все равно будет в этом мире вращаться. Надо добавить, что следующее поколение семьи Казицыных, дети старших Елены и Михаила, также связаны с музыкой. Все окончили музыкальные школы. А в 2007 году Елена и Алексей создали творческий дуэт «Вдохновение». Выступают на концертах и окружных праздниках. Учат всех желающих слышать и слушать прекрасное. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». ВИВАТ-студент. В Ненецком округе подведены итоги регионального этапа Российской национальной премии «Студент года». О самом популярном первенстве среди учащихся высших и средних учебных заведений расскажет мой коллега Василий Хатанзейский. Екатерина Учейская, студентка социально-гуманитарного колледжа, уже на протяжении трех лет курирует своих одногруппников. И за это время староста своей группы показала себя с хорошей организаторской стороны среди педагогов и студентов. Вообще я не знала об этом конкурсе, не имела понятий, не особо горело желание участвовать. Но в один прекрасный момент Елизавета Викторовна Протопопова, наш преподаватель колледжа, подошла ко мне, спросила, не хочу ли я поучаствовать. Я согласилась. И мы начали с ней подготовку нашего резюме, видеоролика и остальных документов. Студентка добросовестно относилась к своим обязанностям и активно участвовала в общественной жизни колледжа. Это и стало залогом успеха на конкурсе. Екатерина одержала победу в номинации «Староста года 2021». Студент Ненецкого аграрно-экономического техникума «Павел» также является активным участником в общественной жизни своего учебного заведения. Но больше предпочтения даёт творческой жизни. Когда я рассказывал о своих успехах, я упомянул в первую очередь Народный студенческий театр «Выбка», который был у нас в техникуме. Там я играю уже третий год, и так выходит, что мне дают исключительно главные роли. И вот блистая далее, у нас периодически в техникуме происходят различные мероприятия, приуроченные к разным праздникам. Например, сегодня был День первокурсника. Там я являлся куратором в одной группе. И мы с товарищем подготовили собственный номер, то есть мы его придумали с нуля. Наверное, в этом и заключается творческая деятельность. Активное участие во всех мероприятиях оценили члены жюри и присудили Павлу звание «Творческая личность года 2021». Победа в региональном конкурсе для Павла – хороший результат. Ведь с каждым годом российская национальная премия набирает обороты и держать победу на региональном уровне удается не каждому. Очень приятно, что у нас в этом году участвовало столько людей. У нас было порядка 15 заявок было. Ребята очень старались. Ребята подготавливали резюме, видеовизиты свои подготавливали. То есть мы смотрим по своим впечатлениям визуальным, что с каждым годом ребята все лучше и лучше готовятся. Этот конкурс все больше и больше придает значимости нашей молодежи. По итогам конкурса экспертная комиссия выделила шесть победителей регионального этапа. Помимо уже представленных конкурсантов, номинации «Общественник года» победу одержала Катрина Тайбарей. Лучшим в номинации «Спортсмен года» стал Лузгин Егор. Победителем среди участников номинации «Профессионал года» стал Дмитрий Хатанзейский. В командной номинации «Добровольческое объединение года» победу одержал клуб «Экос». Следующий этап премии пройдет с 26 сентября по 9 октября 2021 года. Оценивать финалистов регионального этапа будет заочно экспертный совет премии. Победители отправятся на финал, который будет проходить с 6 по 11 ноября в Москве. Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Служу России! Пилотная партия будущих призывников вернулась с пятидневных сборов по основам военной службы. По прилету молодые люди поделились впечатлениями о поездке на военную базу в Тульскую область. Подробности в сюжете Катрины Тайбарей. Александр Штанько попробовал себя в роли командира взвода и выполнял соответствующие обязанности. Для ребят сборы стали полезным опытом. Там они научились оказывать первую медицинскую помощь, маршировать на плацу и в целом ощутили на себе реалии будущей службы в армии. Командиром первого взвода помогал нашему командиру. У нас командир болел, я его замещал. И приходилось работать в два раза больше. Завершение военных учений стали командные соревнования, в которых участники сборов боролись за звание лучших. Добивались командной работы, командного духа, сражались против соперников, но все равно уважали соперников, потому что эти соперники были нашими друзьями. Ну, хоть и не выиграли, но все равно участие было хорошее. Пятидневные военные сборы прошли на военной базе «Авангард» в поселке Юдинке Тульской области. Я считаю, эти сборы сейчас должны быть обязательными. То есть, сейчас это первопроходцы, они ездили по желанию. То есть, я хочу, чтобы, лично я хочу, чтобы эти сборы были постоянными, обязательными для десятых классов, и они нужны для поднятия тонуса десятиклассников и понимания, что такое все-таки армия и как в ней служить и находиться. В течение пяти дней будущие призывники жили по строгому распорядку дня в казарме. Ребята из Ненецкого округа впервые выехали на подобные сборы. Для Тульской области, в свою очередь, также стало первым опытом принимать у себя ребят из другого региона. Они отметили, что дети отличаются, в первую очередь, своей воспитанностью. То есть, они спокойные, они сидят, занимаются и не мешают преподавателям. И свои обязанности, которые у них были по роте, они их выполняли добросовестно. То есть, о детях остались положительные впечатления у организаторов. И вчера буквально каждый из преподавателей позвал нас еще раз. Также отметим, что поездка молодых людей из Ненецкого округа в Тульскую область была организована при поддержке компании «Лукойл» в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Ненецкого автономного округа. Катерина Тайбарей, Владислав Носкин, Телеканал «Север». И на этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами на «Севере». До встречи.